Время 18.45. Мы покушали. Сейчас все будет о Путине. Грибовас расскажет, что... Где он там служил? В Афгане, да? Да. Я только слышал, а там даже не знаю я. И что он там сбил-то? Сбил-то что он там? Какой-то был самый зарубежный. Смотри, летел. Он сбил его, короче. А сбил из чего сбил? А там, короче, хвост у самолета и такая каминка под хвостом. Вот там льда в эстерфобал. Вот я там учился, короче. Там такая пусть стоит. И он тоже был пулеметчиком, да? Да. Там уже не пулемет, а пусть стоит. Два ствола. И все равно... Ой-ой-ой. Очень мощно. Что называется? НР-28. Все за добавкой. Да? Саша, ты снимай. Он бы историю тебе рассказывает. Ну, я снимаю все. Животрепещущая. Да. Это каша кукурузная, немножко ячменной крупы и тушенка свиная ова. Покажи. Ну, это очень интересно. Да, это очень вкусная каша. Но не то, что про Путина надо сказать. Да, да, да. Я, кстати, тут след нашел маленького медвежонка. Сейчас вам, дорогие зрители, покажу этот след. Ты заснял? И все, главное, захотели посмотреть след медвежонка. Интересно же, интересно же. Ну, пошлите, пошлите. Давай, как ты его рисовал-то. Надо посмотреть. Алистовал, да? Да. Там, правда, будет, это, еще след грибобаса небольшой такой. Вы не обращайте внимания. Вы идете, да? Идем, идем. Все краем. Так, 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 мне не сбиться, главное, с дороги. Ага. Тут была ведь тропинка какая-то, типа. О, за мной все идут. Я покажу след. След медвежонка все хотят посмотреть. Думают, я их обманул, наверное, да? Это Ростомаха-убийца из рассказа Игоря. Ха-ха-ха-ха. Это просто дача из фантазии. Дача из фантазии. Это тоже у нас там. Ну, конечно же. Это был след грибобаса. Это был след грибобаса, да? Грибобаса? Сейчас, подождите, я найду и покажу дело. Чего он не заметает, вы увидите. Сейчас, подождите. У него нет хвоста. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, пока выключу камеру. Сейчас я вам поближе покажу. Ой, хвост при дождем. Ну, это маленький медвежончик. У когти даже вон виден коготь. Ага. Угу. 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 Сейчас палочкой покажу, где коготь. Он, наверное, воду уже ходит. Может быть, пил воды. Угу. Угу. Вот когти здесь были. Угу. 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 Ну, это, я не знаю, года, наверное, еще нет, да? Да. Не могу сказать, не знаю. Угу. Наверное, точно так. Угу. Ну, скорее всего, может, просто подходил, воду пил. Угу. Угу. Угу, пять лет, он весит 30 тонн. Просто, это, у него ноги маленькие. Сейчас он видит сон. Да. То есть, это где-то до дождя, да? То есть, дня три, может быть, этому следит. Угу, это еще после дождя. После дождя? То есть, недавно, хочешь сказать? Угу. Угу. Ааа. Ну, я могу ошибиться. То есть, при нас, то есть, он был? Да. Представляете, он гулял здесь при нас. А вы спали там в палатке? А мы в палатке спали. Угу. Такой дождь бы замил бы все. Да, он не подошел к нам, потому что запах костра, скорее всего, еще, да? Угу. Ну, видно. Ну, полюбопытку, а я обратно пошел. Ну, пошел маме рассказать, что-нибудь. Угу. Ну, смотрите, я вам даже след мишки показал. Видите как? Да. Вы не зря уже сходили. Мы же здесь уже не прожним нигде. Да. С тарелкой скатываю. Ха-ха. С тарелкой скатываю, да? Ха-ха. Гриба Бас Да Не-не, ты же этот отвечал, чир 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 Ну-ка, ворьер, а ты карась Ну давай, карась-то Давай еще раз, дубль два Ты, короче, чир, а я есть Давай Я подожди Я подожди, подожди Это будет видео называться Позывные рыбаков Мне всех ночи, а ты или я Я, я, подожди Я тут запухался, поднимался Я буду ясь кричать, а ты будешь чир Чир, ага Не, давай смотри Да, ты чир Ворьер, ну ты поддержишь карась Крикнешь потом Ну давай, ладно Да Угу Карась в еде короче забыли да не мешайте да давай гриббос чай пойдет пойдет да да подожди чай-то с хлебом у тебя нет небес без общение поэтому мужика не помните как этого зовут фамилия которая есть и кричал это новый язык этого мужика короче мы изобрели ладно потом продолжим попозже решили пару часиков отдохнуть гриббос уже одел штанишки ватненькие будет отдыхать я тоже пару часиков посплю после сытного обеда полагается поспать правильно по закону архимеда дорогие друзья продолжение отчета сейчас 13 июня 2015 года московское время 22 часа решили сегодня не ночевать в палатках пойдем в ту избушку которая еще но в которой можно переночевать печку там можно затопить принципе решили комфортно в тепле поспать уже последнюю ночку и уже тронемся домой 100 избушки сейчас идут сборы я палатку собираю вот палатка потихоньку и складываем вот верхушку я уже смотал сейчас буду в рюкзачки складывать вот все будем складывать короче и пойдем там ночевать бордер тоже там складывает палатку и и и Я голый! Так, пошли в ту избушку. Я заберу этот котелочек. А этот... Эту сможешь нести, нет? Давай. Угу. Все, вроде бы все взяли. Если что, сюда, тут недалеко вернемся, да? Угу. Ну все, мы ворнер, пошли, догоняй нас. Все, пошли, грибобас. А, давай. Счастливо, ребят. Грибобаса не видать, куда он там... Огромный. Мой мачете взял? Мачете я положил тебе в рюкзак. Ага, все, понял. Спасибо большое. Пошли. Ой. Да-да-да, вот туда тропа. Вот, подожди, давай я впереди пойду, чтоб тебя видать тоже было. Ага, давай. Угу. А блин, а я не помню, тропа где какая, тропа наша. Да я тоже уже плохо помню. Вот это, это, да-да. А тут тропы не видать. Угу. Тут говорю, тропы не видать. Не видать, да? Вот тропа вроде бы. А-а-а. Ага. А ты в этом, в палатке спал во сколько проснулся, не помнишь? Да я там где-то минут 17-20 полежал и встал. Да ты вроде до, это, как его, до 9-ти вроде бы спал ты. Да, где так. А потом чем стал заниматься-то? Ну, чай скопятил, стал прибираться на территории, мусор весь сжигал. Вот. Никаких зверей не видал? Нет. Ну вот, святай, след этого медвежонка видели мы, да? Да, вот это медвежонка, который мы видали. Ну, кстати, в палатке, конечно, прохладно спать, но... А там, на то, плечи надобем там... Не-не, то, что мы спали две ночи в палатке-то. Угу. Я вот после этого подумал, знаешь что? Чего? Купить какую-то палатку такую побольше, чтоб можно было это... Печку там можно было, чтоб ставить. А-а, понятно-понятно. Считай, если палатка с печкой, уже вообще будет класс. Будет классно, да. Да. Тепло будет хорошо. Вот тут, смотри, береза какая она там. Только береза... Только береза... Тут дров много. А дров хватает, считай, недалеко вот от... Дров хватает, да. От избушки недалеко, да, отошли дрова вон. Вон опять, смотри, береза опять. Ага. Вот сейчас как раз зритель посмотрит по времени, сколько идти до той избушки. Ага. Я полностью буду идти, не выключать. Тут может быть сколько минут? Чего? Пятнадцать ходьбы, нет? Да, где так. Ой, мамочка. Что-то отсюда. А время можешь посмотреть сколько сейчас? Сейчас скажу, подожди. Так, иди. Так, двадцать три, двадцать три. Понятно, понятно. Скоро наступит уже четырнадцатое число. Вот уже подходим к первому озеру. Можно второе? Не-не, это первое озеро. А первое, да? Мы были на втором озере. А, понятно. А первое, да-да. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут кусты еще. Вот сейчас озеро покажу. Ой, ой, ой. Ух ты. Опа. Что, я пока залюбит вам их. Идем за собой. Потом я переберу, без лужака. Ну смотри сам. Ага. Хорошо. Я что-то, блин, тропу потерял. Странно. Там что ли она осталась? О, я тебя антикомарин вронил. Антикомарин? Да. Подберешь? Ладно. Ага. Вот тропа я перепутал. А, понял. Молодец нашел. Молодец. Ага. Ага. Спасибо. Спасибо, что приобрел. А, там весь пипело. А? Так усы мешают. Ты взял антикомарин? Пусть иди мешают. А, усы мешают. Антикомарин забрал? Забрал. В этот поход, что мы в основном кашами питаемся. Первый день я сварил кашу кукурузную с банкой гуся. Второй день кашу ячневую тоже с банкой гуся. Третий день там две каши вроде бы. А, Ворнер один раз приготовил рис с лапшой просто без ничего. Ну, без мяса, то есть. Вот. Сегодня еще я приготовил тоже опять ячку и кукурузу. и там банку свиной тушенки я бросил. Что интересно, ну, что удобно, каши готовить не сложно там. Воды, крупы, каша, ну... Нет, даже не так. Воды насыпал крупы. Потом банку тушенки туда. Ну, тушенку ложкой, короче, измельчаешь, чтобы были маленькие кусочки. Некрупные. Вот. Каша закипает. На медленном огне это все варить. Ой, зацепилась за ветку. Каша закипает. Уже, когда начинает уже почти готова каша, добавляешь соль и специи. Ну, я добавлял соль сразу со специями. Уже под конец. И все, она там еще немножко постоит. Возле костра на тепле. Ну, посмотрите, какая тут мачмола. Грибовас, не отстаешь? Нет, иду следом. Иду следом все. Вот озеро Пиарговый, если не ошибаюсь. Пиарговый. Пиарговый? Пиарговый. Ух ты! Большое озеро. Ну, так-то большое, да. Угу. А в этот раз, ну, это мне, моя идея, не захотелось на первом озере тусить. Потому что после того, первого похода, помнишь, там такой срач был? Ну, там был срач хороший. А там, видишь, получше как-то. Ну, считай, мы там были, вот там отдыхали. Ага. Считай, ты там порядок навел. Да. Да. Дров там, считай, сколько оставил, да? Дров я сделал много. Подчистил. Ну, ты в основном мусор подчистил, да? Я сегодня удовсал, и посмотри, я перебью. Удовсал, короче, я 1-3 и желебрюна березу. Три толстые, такие вот бревна. 1-5, 4-3 бревна. Распилил дров, коры сделал много. И куски такие большие такие коры. Вот. Потом меня зависть наготовил. Ну, чтобы бречь косёр. Вот. Косёр вдруг чай сипятил, умылся. Вот. Всё было хорошо. Ну, ещё хорошо, что не так комаров не так много. Ага, комаров. Комаров почти нету. Да. Всё хорошо. Из-за того, что прохладненько. Ага. Так, прошли болотцы. Ага. Сейчас земля пойдёт. Сейчас поднимаемся на бугор. Ну, в этом году тепло, конечно, началось пораньше. Ага. Игорь Джан ушёл уже в ту избушку. Угу. Натапливать избу. Чтоб там всё подсохло. Чтоб избушка была горяченькая. Она уже далеко, эти избушки? Не, недалеко. У тебя рядышком, да? Рядышком. Это отлично. Отлично. Ты ж тут там уже был, когда мы пришли-то. Ну, я уже так. Ну, вспоминаю уже по тебе на всю штуку эту я. Птички круглый день поют, да? Ага. Трудно встал, будет бухано. Птички. Эти гидосады были хорошие такие. Да и тоненькие, тоненькие. Вот сейчас кукушка перестала куковать. Кукушка, да? Да. А то и кукушка вот вчера, позавчера куковала постоянно. Ага. Слышки я тут, я слышал. Вот тут высоко, да? Ага. Вот, смотрите какое высокое место. Ага. Вот тут вот еще нормально идти в июне, когда лед внизу. Это лед внизу? А когда лето, когда лето, там болото развозят. И Игорь Джан говорит, ну, засасывает сильнее. Ага. Из-за этого, видишь, получается такая длинная дорога. Ага. Понятно. Вроде бы расстояние небольшое. Ага. А из-за такой дороги. Понятно. Долго приходится идти. Чаще отдыхать приходится. Ага. Вот мы, считай, на Чапаи доходим 17 километров. 17, да? Да. Мы за 6 часов заходим. За 6? А тут 11 километров за 6 часов. Ох ты. И тут еще нет уже ни переправ никаких, а там... Нет, прямая дорога. Да. А там три раза переправляемся, считай, время теряем. Да. И быстрее доходим. Все правильно. Там тропа потому что твердая. Тропа там твердая, да? Да. Угу. Ну ты ж на Чапаи ходил уже. Ходи, ходи, да, я помню, помню. Насчет дороги, конечно, тропа там лучше. Понятно. А то 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 похороше, то болото. То хороше, то болото. Так вот идешь по тропинке. О, сама избушка прямо стоит. А, о, избушка уже. Вот пришли, пришли в избушку. Вон там по времени можно засечь будет. Угу. Это я видеокамеру не отключал. Что-то Игорь и Жанна не видать. Ага. Ну что, он спать залег? Возможно так. Вот что-то дров столько, смотри-ка. Дров много. Все, в избушку пришли. До следующего сеанса. Хе-хе, сеанса связи, да? Игорь, скажи пока-пока. Пока-пока. Угу. Угу. Угу.